Доброе утро, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Марина. Мой канал называется Taro Diamond Dream. Я благодарю вас за то, что вы начинаете день опять со мной и с моим ежедневным традиционным раскладом «Карта дня». Сейчас будем смотреть, какие энергии этот день несет в нашу жизнь. Использовать будем колоду Арканум и колоду мою любимую, подсказки вашего ангела-хранителя. Итак, у нас сегодня будет четыре варианта. Выбирайте либо по цвету сердечка, либо по цифре 1, 2, 3, 4. Или по карте, которую я сейчас выложу, и она вам понравится. Сегодня 2 декабря 2019 года. Но это видео будет актуально для вас в любой день, когда вы его найдете на просторах интернета. Итак, 2 декабря 2019 года. Вариант номер 1, номер 2, 3, 4. И выложим еще по карте совету от ангела. Всегда позитивные, очень добрые, очень нужные советы. Обратите на ту сферу внимания, на которую, может быть, вы не обращаете внимания. А это очень важно для вас на данный момент. Итак, для четырех вариантов. Вариант номер 1, 2, 3 и 4. Если вам нужно время для того, чтобы подумать еще, то остановите, пожалуйста, видео, поставьте на паузу. А мы будем начинать. Итак, вариант номер 1. И выпадает у нас четверка мечей. О чем говорит эта карта? Эта карта говорит о том, что сегодня у вас будет день как бы такого, знаете, ментального отдыха. Может быть, даже и физического. Это и в буквальном смысле может означать это. Вам нужно остановиться, вам нужно отдохнуть, вам нужно побыть немножко с собой. Возможно, разобраться поглубже в ситуациях, которые сейчас в вашей жизни случаются. А может быть, вам просто даже чисто физически нужно отдохнуть. Знаете, эта карта такая, что я устал, оставьте меня в покое, я хочу побыть с собой. Это временная приостановка какой-то активной деятельности. Вам нужен отдых, может быть, даже медитация, может быть, просто побыть с собой, поговорить с собой, подумать обо всем. Вот такая энергетика идет от этой карты. Это явно не день высокой активности, вам просто нужен отдых и физический, и моральный. И давайте посмотрим, что вам советуют ангелы. Организованность. Ваши планы имеют цель, и все будет идти более гладко, если вы добавите к своим методам немного организованности и дисциплины. Ключ к успеху в том, чтобы позволить логическому мышлению ненавязчиво направлять ваше творчество. Будьте открытыми, не бойтесь попросить помощи у того, кто обладает высоким интеллектом, или поищите наставника. Отличный такой совет, который говорит, что да, у вас сейчас период какого-то переосмысления духовного роста, и это еще раз подтверждается советом от ангелов. Так что организуйте, хорошо отдохните, затем организуйтесь, возьмите себя в руки и вперед, и все получится. Так, вариант номер два. И у нас здесь карта три жезлов, тройка жезлов. Отличная карта, которая говорит о том, что перед вами открыты какие-то новые перспективы, и вы уже знаете, по какому пути вы пойдете. То есть, уже действие распланировано, у вас есть цель, действие распланировано, и вы готовы идти вперед, и, может быть, уже сделали какие-то первые шаги. Очень положительная карта во всех отношениях, все, чтобы вы не начинали, все у вас пойдет гладко, все пойдет хорошо, все получится, рискуйте, начинайте что-то новое, любое начинание успешно сегодня. Но очень важно четко поставить цель, распланировать свои действия, и только тогда идти вперед, чтобы не были у вас спонтанные сумбурные действия. Также эта карта может говорить о том, что вы, возможно, соберетесь в какую-то поездку, в какое-то путешествие. Также она может говорить о том, что вы будете общаться с кем-то издалека сегодня, или придет вам весть какая-то издалека, приплывет на кораблике. Очень хорошая карта, позитивная, новых перспектив, новых каких-то свершений, новых планов. Поэтому вот такая энергия идет у двоечек сегодня. И давайте посмотрим совет от ангела-хранителей. Хранитель изобилия. Для вас это время огромного успеха. Видите, как хорошо ассоциируется с картой дня. Все ваши планы благословенные реализуются в соответствии с ожиданиями. В ближайшем будущем появятся благоприятные возможности относительно работы. Примите их. Эта карта указывает, что кто-то с прекрасной карьерой будет вовлечен в эту ситуацию. Это человек, обладающий властью и исключительно честностью, который любит трудиться. Этим человеком можете быть вы. Супер просто. Шикарные перспективы у вас. Вы должны понимать, что сейчас очень благоприятное время и день, в частности, для любых планов начинаний. Троечки. Итак, троечки. А троечки у нас выпадают десяточкой кубков. Что это значит? Десятка кубков – это замечательная карта, которая означает эмоциональную наполненность, удовлетворенность, счастье. Вот все, что связано с самыми приятными положительными эмоциями, с подъемом эмоциональным, с семьей, со взаимоотношениями с любимым человеком и любимыми людьми, которые рядом с вами. То есть сегодня вы проведете день в очень приятных эмоциях. Какие-то такие события будут, которые тронут именно вашу душу. Вам будет хорошо, приятно, легко. Вы будете довольны абсолютно всем. Все, что вы не начинали бы или не, ну какие бы дела у вас не были сегодня, они тоже все будут успешными. Вполне возможно, что вы проведете день либо с семьей, либо с детьми, либо с близкими людьми, либо в заботах об этих людях. Но эти заботы будут вам приятны. Очень позитивная, очень хорошая карта с супер положительной энергетикой. И давайте смотреть совет от ангелов. Восьмерка мыслей. Возможно, вы почувствуете, что огорчены обстоятельствами, в которых оказались. Но это всего лишь иллюзия. Дайте себе обещание перестать быть привязанным к той или иной ситуации, поскольку это отнимает у вас радость. Не ждите, что кто-то придет, чтобы спасти вас. Вы сами можете освободиться от этих пут. Хороший, очень дельный совет, который говорит, никогда не привязывайтесь ни к каким ситуациям слишком сильно. Умейте отпускать прошлое. Потому что эти путы, эти тяжи, которые вас привязывают к каким-то вещам в прошлом, они только тормозят ваше развитие и ваше счастье. А карта дня у вас сегодня идет супер положительная. Поэтому освобождайтесь от лишнего груза. Итак, четвертая карта. У нас восьмерка кубков. Видите, как девушка здесь оставляет позади какое-то прошлое. И хочет идти вперед, хочет уйти из какой-то ситуации и идет вперед, но не понимает еще, куда идти, потому что все покрыто мраком, дымкой, вернее, неизвестности. Она идет в сторону луны, смотрит и думает, так, куда же мне, есть ли у меня будущее там впереди. Приблизительно такова энергетика дня вашего. Вы будете хотеть оставить что-то в прошлом, какую-то ситуацию, какие-то, возможно, каких-то людей, возможно, отношения какие-то. Вот может отыграться в любой абсолютно сфере, но больше это касается сферы эмоциональной, отношений, чувств, чего-то такого. Хотя может касаться и финансовой сферы. Эта карта называется уход с тяжелым сердцем, без желания покидать эту ситуацию, но ее оставить вам придется. И карта, на самом деле, она не негативная. Она говорит о том, что, ну вот назрел такой момент, когда вам нужно из какой-то ситуации выйти. Просто имейте смелость делать это, примите решение, идите вперед. И эта луна в итоге превратится в солнце. Взойдет солнце, наступит утро, и вы увидите путь впереди вас. Поэтому эта карта-то означает, что какая-то ситуация у вас останется в прошлом. Что-то вы оставите в прошлом и пойдете вперед. Так, и совет от ангелов. Девятка мыслей. Вы чрезмерно погружены в себя. Вам следует настроить мысли к позитиву. Нет нужды волноваться. Ожидание наихудшего не приносит помощи. Знайте, что небеса пошлют вам решение. Если вы проводите бессонные ночи или испытываете постоянное беспокойство относительно какой-то проблемы в вашей жизни, перепоручите эту проблему своим ангелам. Еще и совет вот так прям в точку. Если вы чувствуете, что какая-то ситуация в вашей жизни вас сильно тяготит, просто отпустите ее. Перепоручите это все высшим силам, чтобы они решили вашу ситуацию, вашу проблему. И все будет прекрасно. И вообще всегда полагайтесь на высшие силы, на Господа Бога, на ангелов. Помните, что эти прекрасные силы, они всегда вокруг вас и всегда вас поддержат. Спасибо большое за то, что были со мной сегодня. Всем желаю отличного дня, прекрасного настроения. Если мое видео было вам интересно, буду очень благодарна за лайки, за комменты. Еще раз всех целую, люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok